Сейчас тогда включить запись. Включил запись и начинаем наш сегодняшний вебинар. Дел хватает, должен вас порадовать. И считаю, что всему нашему сообществу хватило бы дел, независимо от того, где вы находитесь и чем вы занимаетесь. Это и страны, как уже говорилось, СНГ, это и все страны Европы, которые, те люди, которые говорят на русском языке. Потому что большинство сейчас очень зависимо от тех обстоятельств, которые создались вокруг всего этого ажиотажа с коронавирусом. Не буду сейчас комментировать. В своем сегодняшнем докладе вам я прокомментирую и, как обещал, обосную на некоторых моментах, на одном-двух моментах концепции общественной безопасности системы КОП, которая разработана и развивается и подтверждает свою действительность, что это действительно так и есть. Это нам полезно знать лишь только потому и для того, чтобы правильно ориентироваться в окружающем мире. Я хотел сделать более широкий вебинар, но поскольку сейчас все-таки времени не хватило, я еще прокомментирую для того, чтобы люди разбирались. Ибо даже у тех специалистов, с которыми приходилось беседовать, они системные специалисты, они знают, как относиться к информационному потоку. Они говорят, что, в общем-то, мягко выражаясь, очень трудно сориентироваться, когда не представляешь себе систему. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы понимать, где мы есть, вернее, куда мы пришли, где мы есть и куда мы идем, и какие перспективы нас ожидают или, возможно, будут ожидать или хотя бы их спрогнозировать, понимаете? На фоне и параллельно с нашим проектом. И отсюда все наши, как бы, рассуждения, наши предположения, наша тактика и стратегия. Ибо кто-то скажет, что какая сейчас стратегия? Все, все валится, все... Конечно, да, валится, но открывается, как говорится, чем больше перемены, тем больше возможностей. Но только надо правильно понять, какие у тебя возможности. И люди одни только страхи. И теперь эффективный ты человек или неэффективный человек? Вот в чем вопрос. Там есть сегодня немного вопросов, потому что люди, по всей вероятности, не думали, что у нас так вот начнутся вебинары, хотя мы там в чате обменивались. И как часть людей говорит, из нашего сообщества, что проще потом или послушать отдельные отрывки из того, что Маслов там рассказывал или там кто-то другой, и потом посмотреть тезисы. Это каждый решает сам. Поэтому я потихонечку начинаю выполнять эту задачу, которую я перед собой поставил и которую, как бы, озвучил в управлении нашего сообщества. Обсудили, что я начинаю потихонечку поднимать материалы, о которых мы говорили в 2017, 2018, 2019 году. Представляете, уже три года. Мы еще говорили и в 2016 году. Я его пока не трогаю. Для чего я это делаю? Это делаю для того, что в моем представлении, через мою призму, я предлагаю действовать таким же образом, когда я в конце буду говорить, что у нас есть возможность с одной стороны самому определиться, как я участвую в дальнейшем движении проекта. Почему я в этом должен участвовать? А почему бы и нет? Ну, если ты не хочешь, сиди, жди, что-то, кто-то там, что-то будет делать, когда-то там сработает проект. Да, да, каждый выбор делает сам. Но если ты хочешь быть, и я хочу, или они хотят быть эффективными людьми, то надо определиться, построить свою стратегию и определиться. Мое видение. Это только мое видение. А каждому из тех, кто меня слушает, или принять, или не принять это. Понимаете? А громче, что ли? Неужели меня просто плохо слышно? Я очень громко говорю. А, слышно. Так, понимаете, вот вопрос в том, что, во-первых, всегда имеет смысл напомнить 3-5 тем инвесторам, с которыми ты когда-то, ну, сообщался, а они проинвестировали и просто, может быть, забыли про проект. Да? Почему бы и нет? Провести ревизию. Трудно, что ли, это сделать? Войдя в... Ты уже в проекте, любой может это сделать. Даже я это обязан сделать, понимаете? Хотя у меня и времени нет. Теперь, извиняюсь, ну, а может быть, сейчас на этапе, когда мы идем к СТО, когда еще необходимы инвестиции, значит, в проект, и нужно его, как бы, кредитовать, чтобы как-то в это время использовать хорошо то время, которое сейчас остановка произошла во всех других действиях, самое время определиться, и я уже не говорю о том, что самое основное, что фактически наш проект является спасательным кругом для того, что в мире сейчас происходит, для спасательным кругом для моих, твоих и их средств, понимаете? Вот. И сегодня трудно сказать, насколько еще можно будет и когда закроется эта возможность. до СТО самое время этим заниматься. С СТО, как оно пойдет, в зависимости от этого, может быть, на раз-два и схлопнется, и будет инвестиций вполне достаточно, и уже нерационально будет раздавать эти самые залоговые акции, понимаете? Потому что вывести их на, как бы, сохранить, и вывести их на биржу, и там, как следует, заработать. Поэтому, а может быть, это можно будет сделать еще и с токенами. Так что тут разные варианты есть. Поэтому давайте потихонечку пойдем дальше. Вот. И я начну отвечать на те вопросы скудные, которые поступил. Ну вот, опять, повлиял ли коронавирус на проект СКОВЕЙ? Задается такой вопрос у меня в чате, ко мне в личный чат пришел, потому что человек, видимо, как-то еще захотел, хотя я это уже об этом говорил, или не слышал, или захотел еще раз против. Ну, конечно, повлиял. Повлиял, но повлиял в хорошем смысле этого слова. Потому что, в конечном итоге, сейчас как раз повернули наше лицо в сторону того, что, а, смотрите, о чем мы говорили год, два, три назад, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что финансовая общая система, миропорядка идут к кризису. А сейчас они по уши в кризисе, если не больше. И сейчас пытаются использовать различные средства для того, чтобы, как бы, еще гипертрофировать все то, что происходит. К чему это ведет? К многим, возможно, нехорошим последствиям. И поэтому, если я сегодня затихарился, держу у себя в банке трехлитровой, извиняюсь, какие-то средства, думаю, вот тут я куда-то их расположу, или они мне, да, конечно, нужно сколько-то держать. В любом случае, хлеб надо покупать, кушать надо, все надо. Но, надеяться, что мои какие-то запасы про черный тень сегодня останутся, они не делать этих, скажем, иллюзий, не стройки. Я не знаю, я предполагал, что более длительный срок будет, а боюсь, что очень быстрый и короткий срок. Поэтому нас, не только кого-то там, какую-то страну, все человечество поставит перед лицом того, что все, ребята, произошло как бы обнуление и произошло, перезагрузка полностью произошла. Почему? Да потому что, пардон, иначе со всем мировым, мировым хозяйством не справиться. Смотрите, что творится. Стоят заводы везде. Месяц постоят, два постоят. Запасы есть разные. Понимаете? Но в целом это на экономике очень нехило скажется. Если не сказать, что пагубно. Понимаете? А мы знаем, что это такое, когда какая-то система схлопывается. Я прекрасно помню, что происходило, когда Советский Союз почил в БОЗе. Или в БОЗе, как это говорят. Или, ну, как гапнулся, как система, понимаете? Это был просто трагедия. Там была уже не месячная трагедия. Большие союзные предприятия, а я занимался в Эстонии союзными предприятиями, они встали. А предприятие нехилое, по 3-4 тысячи человек работников. Продукцию они сделали, делали дальше автоматически. Она больше никому не нужна была. Не было уже заказчиков, заказчику она где-то нужна была, где-то не нужна была. Ее отправляли, потому что было обязательство. А денег уже никто не платил за это. Понимаете? Началась очень большая, то есть 2 года этим самым, 6 предприятий, которые я курировал в Эстонии, союзных предприятий, это просто ни днем, ни ночью не было времени. Потому что там масса чего было. Теперь представьте, что это происходит. Это Советский Союз, это одна небольшая часть мирового. Сообщество. А что сейчас в мире происходит во многих, может произойти. Поэтому не буду вас пугать. Просто хочу сказать, что в этой ситуации, тем не менее, несмотря ни на что, в концерне, который занимается проектом, или в этой корпорации теперь уже, в этой отрасли, которая создается, как сказал Юницкий, и он прав, в ней все действует. Есть работа, людей набирают, как вы видели сегодня в шарже, нужны люди не только в шарже, нужны и в Минске, много людей. Понимаете? Оценены эти люди в 2 миллиарда. Это автором и генеральным конструктором уже то, что сейчас существует, корректив. А впереди еще большие, большие, как бы, наращивания объемов, наращивание, растание производства. Все, это производственная часть. Потому что одно дело сертификация, а сейчас, как там и в интервью прозвучало, что производство ставится, понимаете? А это и есть отрасль, новая отрасль, нового транспорта, инновационного, нового транспорта, транспортная отрасль нового поколения. Вот. Поэтому только нарастает. И теперь мы возвращаемся обратно к нам, покорным слугам, которые являются авторами, вернее, я не извиняюсь, являются соучастниками этого процесса введения проекта на мировой рынок. Нам тоже есть что делать. Понимаете? И у нас есть возможность. И как я в прошлый раз показывал, квадрант денежных потоков Роберта Киосаки, мы, у нас шикарная возможность, мы уже сидим в правом верхнем квадранте, где крупные, крупные корпорации, крупные бизнесмены, бизнес-сообщества. За счет чего? За счет того, что мы вошли в этот проект, у нас есть уже на полочке наш пакет акций, мы являемся со-собственниками. Но это мы только перешли в правый верхний квадрат. А дальше мы начинаем работать для того, чтобы перейти в инвесторы дополнительно. Понимаете? Не затихариться там со своими акциями и ждать пассивного дохода. Тоже вариант. Но, наращивая свой пакет, как я говорил, у нас появляется возможность, пакет именно, то, что нам сейчас еще есть возможность получить до закрытия этой возможности. То есть, я думаю так, что мой прогноз это до СТО. Может быть чуть дальше. Все зависит от того, как пойдет СТО. И как головная компания GTI примет решение, что делать дальше. Это все зависит от денежного потока, который пойдет за счет СТО через биржу. Все через токены. И вот поэтому не имеет смысла сейчас беречь, потому что просто может в прах окажаться та сумма денег, которую я скопил. Это я вас серьезно призываю к этому. Вот как влияет коронавирус на проект СКВИ. Теперь второй вопрос. Зачем закрывать код корневой? Это кто-то откуда-то проснулся и снова задал этот вопрос. Если люди готовы и дальше вносить деньги. Отлично. Это хорошая новость. Бизнес всегда приветствует приток денег. Правильно. Ничего умнее не скажешь. Очень хороший вопрос. Это супер вопрос этого года. Проделана большая работа по привлечению людей. Зачем от этого отказываться? Никто не отказывается. Понимаете? И вопрос в том, что, как я уже сказал, подготовлена другая возможность инвестирования, то есть через СВ Global Token. Но пока это готовится юридическая и организационная основа и разрешение все и все для того, чтобы выйти на СТО, у нас прекрасная возможность воспользоваться тем, что есть. То есть инвестировать в проект сегодня, как мы инвестировали год назад, два, три, четыре года назад, и формировать свой пакеток. Это одно. Но мы этим самым не только устал наращивать свой пакеток. Окей. Ладно, не хочешь наращивать? Передай другому. Расскажи другому человеку. Тебе за счет этого придет пассивный доход. Ну, не такой уж пассивный, но ты подсуетился, рассказал, как я уже сказал, в трем-пятере уже ранее участвовавшем в этом деле. Они подняли голову, стряпнулись. Может быть, они тебя еще и обгонят, понимаете? Потому что им интересно. Они просто не знают об этом. У них там своих забот сейчас хватает с этим коронавирусом. Откуда кредит закрыть? Как кредит закрыть? Почему закрыть? Что теперь будет? А как? Куда? Как? Это очень серьезная вещь. Причем здесь, коль я уже затронул это дело, потому что у многих ипотеки, у многих кредиты. Это страшное дело. Люди сидят сейчас вот так вот, за голову взяли, что делать? Я очень просто скажу вам. Это не мой совет, а мое мнение. Все маломальские системы страховые, туристические, транспортные, все говорят, настал форс-мажор. Ну а ты, кто-то схватился так за голову, а у тебя что, нет форс-мажора? И у тебя настал форс-мажор. Что это значит? Надо подумать, что это значит. Это значит, что, как говорил мой один хороший знакомый, что я не прощаю свои долги всем, но я предупреждаю, что я на период форс-мажора действую в условиях, правилах форс-мажора. Прошу от меня не ожидать возвращения выполнения моих обязательств до тех пор, пока форс-мажор не остановится, восстановится система моей жизнедеятельности и социально-экономического обеспечения моей семьи. Как вариант, понимаете? Поэтому очень серьезно к этому надо относиться. И в этих условиях еще раз опять возвращаю, поворачиваю лицо всех к тому, что поговорил с этими тремя человеками, теперь, глядишь, у тебя поднялся аппетит, и еще трех, четырех, пятерых привлечь сюда. Слушайте, друзья, смотрите, ведь такая шикарная возможность, чтобы они потом не сказали, что, а слушай, а где же ты был? Ты сам затихарился, сам воспользовался этим делом, а нас-то с нами не поделился. Поэтому свой социальный долг тоже надо здесь выполнить. Мне хорошо в этом плане, значит, во Вьетнаме, но я там вот как раз четвертый вопрос расскажу на этот счет. Теперь третий вопрос. Что теперь будет? Все везде практически останавливается, тормозится. Ну, вы знаете, я об этом уже говорил, ничего не тормозится. Я уже говорил, что затормозилось, что затормозилось, и будет еще больше тормозиться. Сейчас мы поговорим слегка только о причинах. Вот откуда это идет, не вдаваясь в подробности, это не наша задача. Вот. Ничего страшного, жить надо дальше, и правильно только жить. Вот в чем вопрос, и не паниковать, а быть успешным, позитивным человеком. Четвертый вопрос. Как обстоят дела в Вьетнаме, и на каком там этапе сотрудничества, и с кем? Так, вы знаете, я в детали не имею права вдаваться, но в общих чертах я вам охарактеризую. Поездка была достаточно, ну как бы превзошла в какой-то смысле ожидания, потому что мы понимали, что Вьетнам находится уже как бы в ограничениях в связи с коронавирусом, с эпидемией, как они говорят. Вот. Много предприятий мы знали, мы с ними общались по интернету, они просто закрылись, работников распустили на два месяца, это был март-апрель у них, так, что сейчас и Европа в большинстве стран сделала, так, не в большинстве, а во всех странах Евросоюза, вот, в том числе Россия, там, Америка, и так далее, и так далее, во многих странах. Вот, и поэтому, конечно, мы знали, что, и причем они боятся выходить, там, в зависимости от того, у кого какие там семьи, у кого маленькие, или пожилые люди, они просто оберегают их, и молодцы, правильно делают. Все ходят в масках, не собираются более трех человек, и поэтому мы не собирались более трех человек, но мы сделали там вебинар на, как бы, группу лидеров, а они уже там, как бы, разошлись, и по системе, своей, своим системам провели, или проводят эти вебинары с другими людьми, но делать-то все равно нечего. Школы, университеты учатся на площадках, которые созданы через интернет, вот, и в этом плане все нормально. Но это вы и так сами знаете. Теперь, отвечая на вопрос, понимая, зачем он задан. Была встреча с абсолютно новостью, то есть, скажем так, у нас есть три партнера там, с которыми мы работаем, и мы им пересылаем время от времени там наши решения, согласуем с ними, ведем исследования рациональности, целесообразности этих возможных проектов. Это наша задача. Вот, теперь, был задан вопрос, мы бы им не стали сейчас заниматься, но поскольку это с очень высоким, не имею права даже называть его каким, очень высоким, практически, ну, скажем так, в первой тройке руководителя государства, его советник связался с нами, это связано с одним интересным проектом там, вот, развитие острова, 12 метров, километров он в длину, он там ближе к северной границе Вьетнама находится, это значит, к китайской границе, на этом острове строится рекреционная зона, отдыха, спа и, как бы, восстановление здоровья человека. Первые два, две гостиницы, и они не видят никакого другого, они слышали про наш проект, от, скажем, наших инвесторов, вот, и они проанализировали это, и пришли к выводу, что из существующих видов транспорта, кроме моторных лодок и сковей, ничего другого не, не лучшего нету. И, зная преимущество, знакомишься с преимуществом сковей, попросили с ними встретиться. Они нам охарактеризовали об этом проекте, проект очень интересный, я вам скажу, он только первая, десятая часть этого проекта для них, так, и задача, которую они как бы ставят на исследовательский период, это оценить целесообразность и возможность осуществления, значит, соединения этого острова с материком, с портовой частью, я спрашиваю, а с какой портовой частью приехали тут, а на место, это 300 километров от Ханое, так, есть звук, да, ну вот, 300 километров от Ханое, и там, значит, смотрим, а там, извините, не 3,8 километров, как они говорили, а там все 8 километров почти, ну не 8, там, скажем так, еще на 2 километра больше, оказывается, та территория, где мы стояли на берегу, ждали моторную лодку, чтобы на острову поехать, это все обводная гладь, которая должна быть заполнена грунтом, со срываемых двух гор, и на ней должен быть построен терминал, контейнерный, большой, международный, контейнерный терминал, и там они предусматривают уже тогда, так называемую, портовую точку, откуда отправлять людей на остров, за счет, вот, предполагаемой системы сковей, и когда я им сказал, что, дорогие друзья, здесь есть вообще интересная тема, потому что разработано генеральным конструктором всей, как бы, корпорации, разработан абсолютно целостный проект выносных контейнеров, терминалов на акваторию портов, или, так называемых, морских, как бы, прибрежей, чтобы работать не с причальной стенки с контейнерами, а прямо с этого вынесенного терминала за счет технологии, транспортной технологии, и перемещать контейнерные грузы прямо с разгрузки с контейнеровоза на терминалы за пределами береговой линии, там, в определенной отдаленности, причем, разместив их не кучно, а целесообразно. На что, конечно, эта группа специалистов сказали, да, это может быть интересно, но они в целом не видят целого, и они сказали, что да, может быть, это интересно, и тогда мы договорились, они попросили на что, если вы, скажем, будете готовы, а об этом мы еще должны договориться, если вы будете готовы, то дайте так называемую предпроектную оценку целесообразности развития порта и какое-то, ну, такое короткое описание этого всего дела, и тогда мы просто будем это использовать, потому что у нас есть только территория на острове, которую мы должны развивать, и транспорт должны обеспечить к этому. В целом, это может очень сильно и хорошо и положительно повлиять на этот проект. вот коротко самая большая часть этого остальное мы, поскольку это было как раз тоже в районе Холонга, там, где самое большее разработано уже наше видение и оценка сделано в большей части даже есть небольшая бизнес, ну, как небольшая, есть бизнес-модель и видение как финансировать и организационно-правовые решения этого проекта осуществлять по соединению с Пагодой Лоям вот, там 3,2 километра трасса, вот, и мы встретились с руководителем этой, со владельцем этой компании, с ним обсудили дальнейшие шаги, и он активно запросил от нас поддержки в том, чтобы в ближайшее же время, как только обстоятельства международные в связи с этим короной позволят группу отправить их группу съездила бы именно в Минск и в Марину Горку, они хотят с собой взять репортеров и как бы начинать уже подготовку этого проекта и его освещение с правильной стороны, потому что там были негативные моменты, как вы, может быть, кто-то слышал, в конце прошлого года там нас всех облили грязью в Вьетнаме, но ничего, как говорится, мы очистимся и пойдем дальше, идем уже дальше. Поэтому во Вьетнаме работа идет, мы сейчас контрольное время обозначили на май месяц, приехали домой и занимаемся домашними заданиями. Теперь для понимания вас, кто это мы, значит, ну поскольку, скажем так, сейчас, чтобы это направление вести дальше, мы все-таки принимаем, скорее всего, решение создать, создается специальная компания инжиниринговая, которая будет этим заниматься и практически уже есть группа, которая занимается и из нее должна вырасти такая инжиниринговая компания, которая будет заниматься в первую очередь именно оценкой и инжиниринговой подготовкой проектов, транспортных проектов. Вот курсы на покупку долей. Юрий, вопрос, да, будет зафиксирован курс долей? Вы знаете, интересно, нет, не будет, я думаю, что такое курс долей? Сегодня, значит, вы кредитуете, есть, скажем, так называемый эквивалент в долларах вашего кредитования и количество залоговых акций. Да, это как есть на подэтап, они так сохранятся. Поэтому спешите, что будет следующий подэтап и будет ли он вообще, это уже другой вопрос. Так, теперь здесь я вроде бы тему закрыл, пойдем дальше. То, что я вам обещал, коллеги. Смотрите, где мы сейчас находимся и что вообще интересно в этом, я как бы воспользовался тем, что есть в КОП, концепция общественной безопасности, понимания, что существует так называемый первовидно владение управленческими знаниями в толпоэлитарном обществе. Мы есть толпа, элитарное общество. Есть толпа и есть элита. Понятно, да? Толпа, элита и есть суперэлита. Там обозначается это глобальный предиктор, то есть некое сообщество, тайное, не тайное, полутайное, которое играет роль глобального здесь названо знахарства, ну, я считаю, глобального манипулирования и управления сообществом в пределах всего нашего земного шарика. Или, скажем так, больше его части. Есть элита и есть, ну, вот то, что толпой называется различные пирамидки людей. А с другой стороны есть так называемое знание или информация о скорее всего правильно это знание, информация это просто носитель. Это методология на уровне на этом самый большой объем и это есть методология и фактология. То есть есть факты и есть методы как их обрабатывать и представить как можно более целостно картину окружающего мира и всей среды. Дальше на уровне элиты выдаются кирпичики фактов. Факты, факты, факты. То есть калейдоскопично в зависимости от необходимости манипулирования сообщества организованные и частные или частичные знания выдаются в виде кирпичиков в зависимости от того в какую сторону их значит как бы гнать и манипулировать ими. Теперь на уровне основной массы называемой толпой беспорядочные фрагментарные знания выхвачены чуть-чуть отсюда выхвачены отсюда причем выхвачены так как выгодно манипулировать. Ну например дорогие друзья недвижимость дешевая кредиты очень хорошие берите кредит. Да вроде бы интересно факт дешевый кредит у нас вообще эти кредиты нулевые у нас даже был кредит в Эстонии когда тебе доплачивали когда ты берешь кредит понимаете раздували пузырь и он пока еще держится за счет кого банковской системы то есть факты передергиваются и тебе говорят не говорят о том что здесь вообще что за этим стоит за этим стоит необходимость тебя загнать в стоило так называемых банковских управлений через банковские кредиты через банковскую систему через систему карточек и так далее и тебя полностью повязать чтобы ты не на полшага туда не на полшага сюда не мог бы дернуться пирамиды вот таковы значит понимаете всегда представляете когда-то вы что-то слышите подумайте кому это интересно и кому это выгодно что существует две вот эти пирамиды пирамида владения знаниями ну и естественно пирамида того как кто управляет в этом мире это очень полезно знать второе мы все идем к тому что мы хотим ну не все скажем так те кто осознают те кто пытаются или не пытаются а системно хотят развиваться несколько вот восемь так называемых навыков эффективного человека который полезно знать семь основных и восьмой как бы производный или он является производным дериватом из этих первых семи что такое эффективный человек и каковы основные как бы ну критерии его определения он проактивный что значит проактивный многие задают вопрос что такое проактивный активный это я понимаю вот он активный нет проактивный это когда человек относится ко всему так что сначала он взвесит взвесит каковы возможности и дальше действует а не на отмашку активный он ревет Вот ему голову с брелой он попер. Выбираю иной подход, ибо не тусуется эффективный человек. Он видит, ага, здесь что-то пошло не так. Другой скажет, ой, завал, пошел заниматься другим делом. Ведь мы очень много таких людей видели. Пришли в этот проект, посчитали, что вот, скажем так, проект Экотехнопарка не предлагает завтра мне доходов. Ерунда, это все блажь, она скоро завалится. Пойду-ка я проинвестирую в какие-то другие токены. Даже не буду говорить в какие. Все поймут, про какие токены говорю. Те, которые обещали, что там много проектов и так далее. Где они сейчас? Выбираю иной подход. А я сижу именно и проактивный человек, он выбирает иной подход. Значит, если мне отсюда не идет сейчас доход, я выбираю, я начинаю строить команду, я привлекаю людей, я строю свой пассивный доход на том, что есть и на том, что наиболее стабильно и наиболее надежно на сегодняшний день. Выбираю решение. Принимаю решение, а не сижу и ковыряюсь в носу или еще где-то. Я предпочитаю то-то, то-то. То есть у меня есть свои предпочтения. Я это сделаю. Вот основной как бы подход. Тут можно долго, я основные такие фрагменты выбрать. Причем об этом мы говорили с вами в 2017 году. Активного и эффективного человека, его навык, он начинает представляя конечную цель, а не просто так пошел и думает, ага, пошел, не знаю, сегодня я приду в Москву или в Питер поверну. А так посмотрю, может быть на перекрестке, поверну в сторону Питера. Он четко знает, что он идет в Москву. Ну, образно говоря, в первую очередь делай то, что существенно. Ну, не надо вам говорить, что это важно. Думают духи, вин-вин, то есть выиграл-выиграл, а не так. Ой, я здесь, наверное, переплатил и я проиграл. А вот если я сделаю так, я выиграю или переиграю? Понимаете? В любом случае выбирай, выиграл-выиграл. Или, например, я сегодня инвестировал и не получил тех доходов, но я-то выиграл потому, что доходы будут чуть позже, условно говоря. Сначала стремиться понять, затем быть понятым. Сначала сам понимаю, а потом уже разъясняю другим. А что у нас сегодня? Послушайте любой ток, так называемый ток-шоу или болтовня, которая есть на многих, скажем так, площадках телевидения, которые многие с утра до вечера слушают и смотрят. Там все стремятся не понять, а стремятся, чтобы их поняли, поняли. То есть все, полнота, не прислушиваются, все грешат, и ваш покорный слуга зачастую тоже этим не грешит. Но я стремлюсь быть эффективным человеком, я исправлюсь, у меня есть еще время впереди. Шестое. Достигается энергия в сотрудничестве, в партнерстве с энергией. То есть он не рвется один, один пошел, один получил. Нет, он понимает, что сделать больше можно сделать только в партнерстве. Партнерство это один из знаков, наставший, или скажем не знаков, а признаков эффективности и вообще развития. Это умение работать в партнерстве, умение договариваться, передоговариваться. И только через это получается синергия. И это знак именно эпохи Водолея, или вернее признаки эпохи Водолея. Развивает самый существенный ресурс и средство себя. Что это значит? Не имеет смысла тем заниматься, что тебе не дано особо. Его надо чуть-чуть потянуть, развивай самое то, на что ты способен наиболее. Вот важно. И восьмой. Когда ты эти семь все разобрался и более-менее продвинул, обрел свой голос и вдохновляй на это других. То есть я сам, ты сам, они сами или вы сами движетесь в эту сторону. Вдохновляйте других. И тогда мир станет лучше. И тогда утром проснувшись вы увидите, что да, не так уж и плохо. Да, сегодня здесь не светит солнце, но оно где-то светит другом вместе. А завтра будет здесь. Вот и так. Ну, условно говоря, или проще выражаясь. Так. Следующие. Так, есть вопросы. Сейчас я посмотрю. Так, будет зафиксирован курс такое время, да? Время. Все, конечно, не будет зафиксирован курс на покупку доли. Ну, не совсем правильный ответ. Ладно. Так. Так, привычки неэффективных людей, с другой стороны, чтобы понимать, именно в контрасте. Сомневается в себе, винить других. Блин. Я вот тут это самое, я, наверное, сейчас не буду. Я посмотрю. Ай, все виноваты, мне не дали эту информацию, а там мне не сделали. Поддержка меня не поддержала. Слушайте. Друзья. А что ты сделал, чтобы продвинуться? И так далее. Работать, работать без четко, или работает, скорее всего, без четкого представления конечной цели. Ну, об этом мы говорили, что надо знать конечную цель. Просто работает и все. В первую очередь занимается срочными делами. И, естественно, срочные дела сделал, а важные дела, суперважные, стратегические дела остались за пределами. И когда ты ими займешься. Вот я сейчас это сделаю, вот это сделаю, это сделаю. А, скажем, жизнь-то уже проходит. Мысли в духе. Выиграл, проиграл. Об этом я уже говорил. Стремиться в первую очередь быть понятым. То есть понятым. Чтобы его поняли. А все остальное не ерунда. Пойми меня, тогда я, может быть, тебя пойму. Если не удается победить, идти на компромисс. Идти на компромисс. То есть он идет на компромисс, не пытаясь довести дело до конца. Это еще не значит, что надо уперто быть, скажем так. Не надо сразу идти на компромисс. Вот что имеется в виду неэффективных людей. Опасаться изменений и держаться подальше от усовершенствования. Да, вроде я привык. Пускай это так будет лучше. А это спокойней. А бог его знает, что там получится. Понятно, да? Вот. Это коротко об этом. Что такое бизнес в нашем проекте? Скажем, ну я не буду говорить 10 отличий и преимуществ. Просто я хочу сказать, что вы хозяин своей жизни, а не арендатор. Если вы серьезно в этот проект, как бы относитесь к нему. Строите свою стратегию. Прислушиваетесь. Развиваетесь. Идете дальше. У вас есть четкое представление. Или маломальски вы ее постоянно корректируете в зависимости от поступающей информации и умения ее пользоваться. Вот. Это первое. Не нужны большие инвестиции времени и денег. Вы можете инвестировать по этапу. Так, так. Действительно это так. Вы можете пользоваться средствами, если вы правильно стратегию построили. С одной стороны поступают средства. Вы передаете информацию. Люди тоже инвестируют. Вам начинает появляться так называемый, условно называемый, пассивный приток бонусов. И вы это тоже используете. То есть вы повышаете свою эффективность. Хороший проект. Хороший проект. Нужны. А всем нужно завтра же получить прибыль. Друзья. Надо пользоваться тем, что дает проект эффективно. Эффективно. Посмотрите. Каковы основные признаки эффективного человека. Нужны минимальные навыки и образование. И это возможно. Возможно, конечно. Кто интересуется, тот уже стал мастером. Я слежу за тем, как вы комментируете сейчас в чате многие из вас, которые раньше абсолютно невыносимые вопросы задавали. Год, два назад. Сейчас уже люди просто вот так вот. У них как все, как семечки отлетает. Они просто отвечают на вопросы. И очень хорошо поддерживают общую атмосферу. И передают свои навыки в чате. И это очень отрадно отмечать и понимать. Позитивная атмосфера, ориентация того, что мы делаем. Конечно, постоянно, друзья. Но мы делаем-то какой проект? Мы еще даже не представляем этого. В целом. Мы только догадываемся. Ваш успех приходит тогда, когда вы помогаете другим. Помните, о чем я вначале говорил? 3-5 человек тех, кто уже были. 3-5 человек из тех, кто вообще еще ни ухом, ни духом, ни слухом не слышал про этот проект. Или, может быть, что-то где-то слышал. Свобода в планировании своей жизни и путешествий. Конечно. Потому что появляются дополнительные средства. Если правильно действовать. Ведь многие люди там, даже я просто удивляюсь, но, видимо, там не сильно блефовали, когда кто-то мне показывал, что в Фейсбуке, может быть, там немножко фейковали или, скажем так, блефовали, но человек там говорил, что у него был период и есть период, когда он там десятками тысяч, как бы, бонусов получал. Ну, возможно, есть промежуточные, есть более скромные и правильные варианты решения. Если правильно построить систему, понимаете, а не так вот крутанул и пошел где-то в другом месте заниматься. Потому что такой вопрос был, кстати, во Вьетнаме, что да, вот тут у нас формировалась такая группа ходунов, которые пришли, выжили в одном проекте, что они выжили, значит, пошли теперь посмотрели в каком-то другом проекте. Их не сильно волнует проект прибыльный, не прибыльный будет, с него толк не будет. Они вот сейчас заработали и все. Да, это тоже подход. Это временщики, такие есть, такие были, есть, ну и, вероятно, еще будут долгое время. Признание и командная поддержка. Это сильное дело, предприятие свое или свой бизнес, иначе инвестиционный не создать. Общие ценности, планетарные ценности. Да, есть. Этот проект дает, дает. Дает личностный рост, дает. Ревнуйся только с собой и работай со своим эго. Вот этот проект все это дает, дорогие друзья. Идем дальше. Теперь, как начинать? В таких случаях, заканчивая, мы начинаем задавать вопрос, как начинать? Очень простая схема. Определите ваши цели и мечты, дорогой друг. Это напоминание, об этом мы говорили в 2016 году. Зарегистрируйтесь как предприниматель, инвестор проекта. Тогда еще было СВ. Это теперь не совсем правильно. Ну, то есть проект инновационной технологии. Разработайте стратегию развития своего бизнеса. Без этого не пойти. Сколько я куда откладываю, чего делаю. Составьте список назначения встречи. Это все сейчас вот про 3-5, 3-5 тоже истории. Представляйте людям возможности этого бизнеса и знакомьте с технологией. Это нужно, нужно, если сами ознакомились. Осуществляйте инвестиции в своем бизнесе в этом проекте и формируйте свой достойный портфель акций. Отлично. Изучайте и рассмотрите возможности в обучении. Там было SkyWay Capital. Обучение проводилось после этого. Многие здесь очень сильно подросли. Вот. И тут можно еще добавить, но больше не буду добавлять, потому что это старый материал. Я повторяю это, друзья, теперь уже на фоне того, о чем я вам уже говорил. Как относиться к предлагаемым пакетам предстоитований технологий? Есть еще последний вопрос. То есть через SWC SkyWorld Community. Здесь, условно говоря, 1 к 30. И продажа акций через, там уже продажа акций, да, здесь кредитование, здесь продажа акций. РЦГ Royal Capital Group Fund 1 к 52. Там есть выше, если там это только для 10 тысяч инвестиций, а там есть возможность 50, 150 и так далее. Вот. И там очень интересные возможности, о которых мы еще отдельно будем говорить. Есть еще последняя возможность пополнить свой актив акциями. корпораций, слушайте, выходящий, выводящий технологию новой транспортной отрасли на мировой рынок. Друзья, квадрант правый верхний Роберта Киосаки. Вот билет туда. Кто-то скажет, а я уже там сижу в последнем или предпоследнем или в среднем вагоне. Да, конечно. Но сидишь. Если ты уверен, что ты будешь со своими деньгами делать завтра, и будут ли они у тебя такие, как они есть сегодня, то сиди и жди. А потом хлопайся по бокам и делай то, что будут делать большинство. Большинство, если ты не хочешь быть в их составе. Вспомните пирамиды, которые я вам показывал. Что еще важно здесь принимать, в ключе того, что я уже говорил и еще, может быть, сегодня скажу. Защитить имеющиеся финансовые средства от влияния неожиданности мирового финансового рынка и фокусного банка. Здесь еще очень странные вещи возможны. И потери могут здесь быть, не могут быть, а скорее всего грядут. Только вопрос в том, у кого они какие-то. Продолжить поддержку проекта в пределах моих возможностей или твоих возможностей. Я просто обозначил условно. Ну слушай, 50-500 долларов. Вот, решай, в месяц, раз, в три раза, не важно как. Но определись здесь. Посмотри, что у тебя там в банке есть. Вот, принимай решение. Привлечь 3,5, об этом и говорил. Строить команду и готовить ее к совместному инвестиционному бизнесу в правом нижнем квадранте Роберта Киосаки. Одному трудно. Помните, эффективный человек, он опирается на синергию. И тогда только бывает эффект. Еще больше. Продолжить получать выгоды. Это шестой, как бы, пункт комбинированный. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 4. И наращивать базу для пассивного дохода. Как и уже говорил, в, вот в этом квадранте Роберта Киосаки. Это 3. Продолжить поддержку выгоды. Продолжить свои возможности, так, и строить команду. Вот основное, друзья. Теперь, так. Меня многие мои партнеры сбрали. Так, ага, тут появились. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Строу технологии набирают света в разных городах. Начать ли это открытие филиалов в этих городах? Нет. Нет, нет, нет. Нет, друзья. Зачем? Они набираются для того, чтобы работали на площадках, где сейчас это дело развивается. Потому что вы же понимаете, что уважаемый генеральный конструктор, с одной стороны, его распирает, а с другой стороны, он не имеет права открывать всю подоплеку того, как там работает. Ведь, когда кто-то мне рассказывал, кто-то мне рассказывал, что очень, скажем так, высококотируемая компания строительная поставила работника в нашем шарже, и происходила заливка там какого-то фундамента, там неважно чего, и среди семи человек, там, нет, пяти человек, один работал с этим самым скельмой, ну, который разравнивает заливку. А остальные работали картонкой, разводили вот этот самый бетон, гладили, как бы, или поверхность выравнивали. Понимаете? Поэтому, значит, высококвалифицированные специалисты нужны для того, чтобы строить вот эту транспортную индустрию, дорогие друзья. Для того, чтобы эту технологию уже отрабатывать не в экотехнопарке, а отрабатывать на конкретных строительных проектах, объектах, научившись в экотехнопарке. Понимаете? Это так называемые будущие инструкторы, которые будут это передать. Иначе это не пойдет дальше. Можно писать и полгода сидеть, пока кто-то это дело освоит. Понимаете? Потому что, почему мы просто, вот, ну, скажем, жизненно видим необходимость? Потому что я очень много работал и работаю, сейчас не работаю, а работал с предприятиями. Сейчас просто время от времени только ко мне обращаются, я системно не работаю с ними. Вот, работают мои коллеги, и они со мной иногда советуются, партнеры. Вот. Потому что очень важно правильно выстроить, вот, как бы, подготовку, и сейчас очень важно подготовить то, как будет это дело произойти. Поэтому во всех исследованиях, которые мы ведем, вот, создавая сейчас это направление, это оно просто жизненно необходимо быть партнером для, вот, головной компании, стать таким квалифицированным партнером тоже. И, кроме всего, в этом проекте предусматривать, какие подрядные организации будут участвовать и могут квалифицироваться к участию. А не просто там набежал их 25, а выбирать-то практически не из чего. Или из того выберешь, и потом начинаешь шишки набивать, когда ты выбрал кого-то, и выясняется, что там у него, как я уже сказал, там, вроде бы название хорошее, вроде бы это есть, а навыков и необходимых компетенций нет. Поэтому нужны люди, которые будут этим делать. Вот для чего это дело делается, понимаете? Меня многие мои спрашивают, будет ли проект Сан-Бернардино восстанавливаться и построен. Наталья, вы понимаете, дело в том, что с нашей стороны проект Сан-Бернардино вполне мог бы быть сделан. Тем более, что мы показали первый расчет, что это рационально. Но, к сожалению, взаимоотношения, имущественные взаимоотношения, которые влияют на этот проект, на заказчика и на его способность финансировать этот проект, они не соответствуют требованиям, которые предъявляет, значит, головная компания. Потому что начинать этот проект и начинать его финансировать, это нецелесообразно. Это было правильное решение еще в декабре, в январе прошлого года, которое было сделано на совете в Минске. И генеральный конструктор четко сказал, нет финансов, будут финансы, приходите, будем говорить. Не складывается финансирование. Он говорит, наша задача заниматься только строительством. И когда, вот теперь дальше, и когда заговорили, была представлена, скажем так, возможность будущего финансирования, то в первую очередь нам надо разобраться с, скажем так, взаимоотношениями, поскольку имеется дело не с собственностью какой-то компании, где строится эта трасса, а с арендованной землей, полученной под концессию на 50 лет. И вот там взаимоотношения не складываются. Если они сложатся, почему бы и не продолжить? Если к нам придут и скажут, или в головную компанию придут и скажут, что давайте мы с этим делом разобрались, мы ответили на ваши вопросы, которые мы задали, то это вполне реально возможно дальше пойти. Пока мы не видим такой возможности, к сожалению, сделав туда уже определенные затраты. Съедем на место, разобравшись, делав расчеты, заняв время заустроенной технологии и так далее. Понятно. Поэтому все возможно, потому что сам проект мог бы быть и неплохой, если там все эти вопросы решить. Так, Юрий, вы и большинство из нас это касается, но мы вместе в одном лодке есть слово «надо», как бы не было нелегко. Светлана, я не понял, так, ну, непонятно, ладно, комментарий есть комментарий. Дальше, Юрий. Там указаны конкретные города Новосибирск, Владивосток, Новосибирск, Новосибирск, ну, почему? Там, ведь понимаете, Юрий, обычно, как бы я сделал, и это правильно сделано. Я и специалисты, которые кадрами занимаются, набором компетентных кадров, они, естественно, указывают города, где по всем предпосылкам есть люди с компетенциями, которые там необходимы. Все, не более, вот критерии этого всего, дело, почему именно эти города выбрали. Это, что это за организация? Зайдите в ЛК, Юрий, и посмотрите, Royal Capital Group Fund, это организация, которая создана уже год, больше года назад, была, это, она имеет лицензию на продажу своих акций. Она заключила договор с GTI, и для нее зарезервированы привилегированные акции. Там увидите, значит, она, как бы, предлагает, с одной стороны, свои акции инвестору, а инвестор инвестирует, инвестирует, и на полочку собственности Royal Capital Group крадутся акции, привилегированные акции Global Transport Investor. Это коротко. Посмотрите, смотришь ролики в шарже, и у диву даешься, три узбека кисточкой мажут пропитку в коррозии по дереву. Ну и то хорошо, это все лучше, чем вообще никто не мажет юрий. Полная автоматизация процесса. Вы как-то очень конструктивно себя не устроены. Ладно, заканчиваем. С вами, с вами все более-менее понятно. Дальше. Теперь я напоследок, напоследок, наверное, да, 9-13, нет, тут еще что-то у меня потерялось. Хочу еще сказать и о том, что акциями мир не кончается, хотя они вполне быстро могут кончиться. Я не пугаю, просто напоминаю вам. И поэтому я себе позволю еще раз, значит, зачем мне инвестору нужен токен Skyway Global Token после СТО или с момента СТО. Ликвидность, возможность продолжения бизнеса команды, которую я создаю или создал, создал или создаю, безопасность соответствует части моих средств. Но к этому надо прийти. Если я сегодня заложу, еще раз повторяюсь, тупость идиота, вы мне простите, я закладываю и храню деньги, как мне один человек написал в чате. Я жду, что я выйду на СТО. Я ему сказал, ну как вы думаете, надежнее, что они у вас в пыль превратятся послезавтра или через месяц послезавтра, она значительно больше, чем вы с ними, как бы, от них пользу получите. Пыль, все, вы ничего, ни акции у вас нет, ни СТО не сможете участвовать. Но сегодня, приобретя на это маленькую кучку, побольше кучку средств, акции, которые есть, или прогредитовав и получив их в залог, у вас появляется, по крайней мере, эквивалент, который ни как доллар, ни как евро, ни как что другое, будет ценен, потому что за ним уже сегодня стоит имущество, он капитализировался, хотя он нигде еще не котируется, понимаете, и на СТО в любом случае компания найдет возможность их, как бы, использовать, хотя эта компания не очень выгодна, понимаете, может быть, там все зависит от ее стратегии, потому что компании нужны деньги, а не ваши акции, но как-то их, может быть, можно будет реализовать, понимаете, обменять на что-то, потому что я не исключаю, что по процессе СТО начнется ажиотаж на потребности акций, а их больше не будет, понимаете, так что нас значительно выгоднее туда положить. Теперь, какие преимущества даются в этом топе СТО? Естественно, преимущества для участия в инвестиционных проектах группы компаний, корпораций, такая возможность быть. Токены адресных проектов представляют пользователю, купившему их право на получение дохода, дивиденды, они будут, потому что СТО, а ИСО. Интересен для юридических лиц, то есть, понятно, да, за этим стоит то, что это могут быть и поставщики услуг, и заказчики, которые, они будут рассчитываться токенами, и их курс сразу же полезет очень сильно в гору, потому что не будет компания принимать, как группа компаний, не будет принимать никаких платежей, кроме как СВГ токен. Возможно, в будущем оперировать и акциями, и токены, конвертировать и участвовать в адресных проекте. То есть, вот основные моменты, дорогие друзья, я просто их повторил. И, наконец, скорее всего, наконец, да? Да, и, наконец, больше дальше не пойду сегодня, время уже пристало. Еще раз, я это уже говорил, какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? Что сделать? Как я это буду делать? Когда я это сделаю? Какой ресурс я для этого имею? Что у меня там есть? Ага. Что мне для этого еще нужно? Получил? Не получил? Теперь, опять-таки, что я буду делать? Как? Когда? Какой ресурс я для этого имею? И так вот по кругу. В хорошем смысле этого слова. Понимаете, да? И это не только в нашем проекте, друзья. Это действует повсеместно, во всех ваших проектах в вашей жизни. Учитесь сами, учите своих близких, кто еще способен к обучению. Не навязчиво это делайте, а как проактивный человек, как человек эффективный. Понимаете? И поэтому будет всем нам счастье и намного лучше жить. Я желаю вам доброго здравия, отсюда и с моего домашнего карантина. Самое главное, будьте активными, задумайтесь, действуйте. Все для этого у нас есть. Вперед! Спасибо! Будьте здоровы, берегите себя, своих близких. И наш проект. Ибо это наш проект. Привлекайте сюда людей. Всего доброго! Привлекайте сюда! Привлекайте сюда! Привлеките сюда! Продолжение следует...